Итак, друзья, очень поздно включился, блин, немножечко про камеру вспомнил поздновато. Мы сейчас находимся на подходе к одному из городич Джуджений. Уже вот буквально на этом пятачке найдена монетка, причем очень хорошего сохрана, но я пока не вижу достоинства, потому что в лесу немножечко сумерки уже такие легкие. И вот такой вот наконечник. Кстати, о наконечниках вот у нас, где мы искали на комсомольских направлениях, вот таких вот наконечников нету, очень интересный такой. Ну, понятное дело, что здесь у нас, понятно, жили другие совершенно поселения, другая культура. Ну, посмотрите, какой сохран интересный. Очень крутой сохран, почистить и будет просто суперкрутой наконечничек. Так, ну что, поехали дальше копать. Со мной сегодня Катюха, как всегда, и наш провожатый Лев, местный абориген, который любезно согласился нас в этом поддержать. Итак, что-то будет, если еще сигнальное, я обязательно включусь. Итак, друзья, был очень крутой сигнал. Сейчас я скажу даже сколько. 25, 26. Вот. 25, 26. И лежали два рядом, прям два цельненьких браслета. Смотрите, какая темка. Один побольше, один чуть поменьше. А нет, вполне два. Да нет, один чуть побольше. Тут непонятно, то ли какой-то орнамент, то ли что. Ну, в лесу, еще раз говорю, очень слабо видно. Давайте так, мы до гостиницы доберемся сегодня. Мы будем чистить, мы все это посмотрим. И все это мытенькое, уже чистенькое покажем. Держусь, Катюш. Так, ну что ж, друзья. Вот, буквально еще было несколько сигнальчиков, но это все по войне. Вот, две Мосинских гильзы, ППШ, либо ТТ, и две советских пуговички. Причем одна, а нет, обе, смотрите, обе с ушками. То есть, просто одна немножко вмятая, вторая вместе с ушком, и выпухлое. Все, как положено. От гимнастерки, либо от шинели. Это вот у нас были сигнальчики по войне. Все, возвращаемся туда, где я нашел наконечник и монетки. Держи, Катюш. Нифига здесь больше пока нету. Сигналов мало, но и находок практически нет. Вот, так что будет что-то интересное, включимся. Ой, вот, друзья, какой прекрасный выпал хабар. Смотрите, нож. Причем, сохран просто охрененный. Сейчас я его дома почищу, подзаточу. Но, очень странно. Может быть, это нож, а может быть, это и наконечник такой. Потому что, уж больно, нет лезвия вот этого вот прям. Здесь плоско, а здесь полукругло. А здесь заточено и вон как под ребро. О, а тут что-то написано, что ли? Кать? Да, там, по-моему, что-то написано. Я не разберусь. Так, ну что же, друзья, после часа с лишним скитаний монетка в шикарном сохране. Вон, проглядывается, проглядывается. Хорошо рисунок читается. И что я вам хочу сказать, в отличие от Малышева, где каждая монета, я всего лишь одну монету там нашел, без дырки. Все остальные монеты были уже на манисте, уже подвешены. Это вторая монета уже вот здесь, в лесу, которая целенькая. Держи, Катюш. Целенькая. Все, здесь и будем, короче, копать. Так, дай-ка мне. Интересно, они же отличаются, да, современные? Бог его знает. Все, вот здесь и будем искать нафиг. Вот здесь вот, что-то уже сигналит. Держи. О, это что такое? А Бог его знает. Сейчас, подожди. Это и тоже там он какой-то стоит. Посмотрите, пока очистите, что там нарисовано. Так, друзья мои, смотрите. На опознание фотографии потом, естественно, приложу. Офигенский какой-то, вот прям с узором. Сейчас вон там все звенит, сейчас мы найдем, скорее всего, его эти... Так, и вот еще одна монетка, уже третья на сегодня. Отлично. Вот. Попробуем сейчас здесь онлайн что-нибудь копнуть. Потому что в этой ямке прямо звонит что-то. Так, лопата. Мне главное понять, от чего вот это вот с рисуночками, что это такое. Прям найти бы от него... Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok